Санитарная обработка подъездов проведена во всех домах Севастополя, которые обслуживаются государственными управляющими компаниями. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров. Тут надо правильно понимать, что люди хотят увидеть. Если хотят, чтобы там было вымото все с потолка, обработано с потолка до пола, ну, наверное, это не совсем правильно. Обрабатываются перила, входные ручки на дверях, выключатели, кнопки домофонов. 382 дома у нас с лифтами. Во всех лифтах такая обработка точно произведена. По словам вице-губернатора, сейчас в севастопольских управляющих компаниях сформированы около 60 бригад по 2-3 человека, которые должны обрабатывать подъезды один раз в 4 дня. В случае, если обслуживающие предприятия не исполняют своих обязательств, жильцам необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию или Департамент городского хозяйства правительства Севастополя. Кроме того, как сообщил Владимир Базаров, в городе регулярно производится обработка общественных пространств. Только у парков-скверов сегодня работает 18 единиц техники, и водой под давлением вымываются очень тщательно все эти объекты. Также обработкой севастопольских улиц занимаются 11 специальных машин Черноморского флота, сообщил вице-губернатор. Владимир Базарова в ходе интервью попросили пояснить, кто одобрил проект ремонта улицы Льва Толстого, в ходе которого должно быть вырублено около 500 деревьев. У меня этой информации нет, но порочный билет выдается... Я просто не знаю, в какой момент он выдавался. У нас поменялись передвинуться эти полномочия. То есть выдавал либо департамент городского хозяйства, либо севпродозор.